Кто перещеголял японцев и создал таки летающую машину, где построили самый маленький дом в мире и какие экспонаты попали в коллекцию музея неудачи. Об этом и не только в нашем обзоре. Кокаиновый багаж. Контрабандистка из Китая пыталась ввести в страну чемоданы из наркотика. Их цвет показался подозрительным во время прохождения таможенного контроля. Когда чемоданы опустошили и поставили на весы, оказалось, что они весят больше 10 килограммов каждый. Экспертиза подтвердила изготовленный из чистейшего кокаина и специальной суспензии, при помощи которой наркотик спрессовали, придав форму чемодана. Летающая машина не фантастика, а реальность. Такой автомобиль сконструировали в Чехии. Новые чудо техники способны развивать скорость в воздухе до 180 километров в час. Внешне машина похожа на небольшой вертолет. В салоне места для двух человек. Приблизительная цена такого летающего аппарата 60 тысяч долларов. Чехия уже получила заказ на изготовление нескольких таких автомобилей до 2020 года. А в Уэльсе изобретательные инженеры-строители похвастались самым маленьким домом в мире. Им удалось поместить на площади 12 квадратных метров спальный уголок, кухню, ванную комнату и туалет. Стены сделаны из березовой фанеры и утеплены овечьей шерстью. Освещается и обогревается мини-дом электроэнергии и солнечных батарей. Желающим обзавестись таким жилищем придется выложить 14 тысяч долларов. Музей неудач открылся в Швеции. Среди 60 экспонатов только аутсайдеры. Зеленый кетчуп, обезжиренные чипсы, прозрачная пепси и кофейный напиток от Кока-Колы. А также переводчик собачьего лая. И туалетная вода от производителя мотоциклов Харли Дэвидсон. Продукты и товары, которые оказались провальными, в одну коллекцию мудрился собрать 43-летний психолог Сэмюэль Уэст.